всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью сегодня речь пойдет о моих курочках вернее цыплятка да в основном которых вот я взяла в середине января 18 был вылуп января значит те кто те кто не смотрели я вам сейчас покажу как бы но те кто смотрели меня и именно они задавали мне вопросы по поводу цыплят покажите расскажите потому что сейчас уже приближается сезон и кто-то из дачников хочет приобрести цыплят бройлеров хотят приобрести цветного бройлера хотят приобрести и спрашивают как у меня растут мои но конечно в очередь я вам их покажу потому что нам уже через неделю будет два месяца сейчас мы с вами пойдем туда к ним прогуляемся и посмотрим так ну вот мы с вами спустились к моей цыпляточка здесь конечно освещение не очень но понятно что здесь видите вот лампа на 2 там куры у меня а здесь цыплята так напомню вам что у меня здесь ломан браун и тетра ой ломан white и тетрах браун ломан white беленький ломан white и рыженькие это тетра у меня значит ну вот в таком помещении они у меня сейчас находится место уже маловато через неделю нам будет уже два месяца ну вот видите вот так вот покажу вам подросли тетра покрупнее чем ломан white видите и среди все у меня напомню 50 голов среди них есть один петушок вот он вот видите да и вот как-то не везет нам с петушками и опять у него болит глазик клюнул кто-то его и вот глазик у него болит где там ты у меня пейте значит ну вот что мы что мы кушаем как мы живем вот температура у нас конечно все уже убрано никаких ламп нет ничего обогреватели ничего нет температура здесь у нас 14 до 16 градусов сейчас 14 у меня висит градусник под почему потому что у меня открыто все проветривается сейчас мы зайдем когда хором я вам покажу так сейчас посмотрим так что у нас вот четырнадцати три видите вот температура так ой 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 наступила так в общем здесь у нас подстилка сена было сено все время теперь сейчас опять я не знаю как вам кажется в камеру или нет но это все сухо видите это все сухо совершенно вот эти я беру показать вам не надо клевать так кормим и спец кормом глазовским который значит от пяти до пятнадцати недель последний вот раз привезли мешки что-то мелковато вроде мне показалось не знаю вот поеду тут спрошу на фермере мелковато в общем посмотрим но комбикорм имеет большое значение о самом комбикорме мы с вами поговорим а подросли уже через пару месяцев надеемся что уже они будут вообще большие и будут уже готовиться яйцекладки потому что эти породы кроссы они яйцекладки начинают рано в 4 4 с половиной месяца так значит здесь у меня курки ну-ка ну-ка а куры перепеливаются у меня так вот видно на некоторых которые рыжие совсем битья ну плохо конечно освещение видите перья по выпадывали значит подстилка пил последняя на это еще два качанчика у меня осталось капусты все больше нету вот там открыто окно проветривается ну вы знаете опять у меня остался один черный петелька который у нас уже старенький был он умер мы его не забивали а второго петушка мы забили потому что тут были драки не на жизни на смерть еще он и покусился на меня на этом на этом разговор с ним закончился вот этот петишь почему он сказала про глаз у него же больной глазик у этого с рождения те кто давно со мной знают с прошлого года как у него болел глаз как мы лечили в общем вот ну он они не кидается он спокойный петенька он даже меня немножечко как бы и побаивать видите подхожу не вот значит ну вот так вот мы тут живем сидит яйца донесем клеем вот у нас тут есть вот там вот бочка стоит уж очень им нравится там нести там вот гнездышки есть я уже не собирала яйца сейчас еще не время еще не время тут есть лежит видите да я потом соберу уже без камеры приду так ну вот все вам показала курочки но эти постарше курочки поэтому скорее всего вот сейчас идет потепление и в апреле месяце только начнет у нас подтаивать снег я думаю что недельки через три хочется очень их уже выпнуть как говорится на улицу вот вот так подвешено видите можно даже еще повыше подвешивать капусту так чтобы они клевали ну вот цыплята посмотрели курочек посмотрели сейчас давайте отвечу вам на вопросы которые в основном мне задаешь значит первый самый главный вот такой вот вопрос это идет вопрос по пропойкам я сторонник того чтобы антибиотики не использовать поэтому пропойки у меня проходит с самого на вылупа цыплят без антибиотиков если кто-то что-то заболел тогда уже другой вопрос тогда уже нужно конкретное лечение да выявляйте болезнь выявлять причину конкретное лечение все остальное если птица здорово если все хорошо и в личном подсобном хозяйстве конечно где вы содержите небольшое количество птицы то есть я считаю что пропойка антибиотиком совершенно не нужна это совершенно лишнее то что ну зачем вот зачем антибиотик давать это и людям то вредно да а уже не говоря о птице но это мое личное мнение вы спрашиваете как я пропаиваю цыплят я уже не одно видео сняла но дело в том что я так понимаю подписчики прибавляются и спрашивают новенькие меня значит вот весь спектр полностью по уходу за бройлерами кстати у меня были коп 500 я поснимала и росы 308 это белый бройлер которые кроссы мясного направления которых я выращивала у меня были на прошлый год мы держали и индейку поэтому все у меня есть плейлисте где куры и брейлера но там есть еще и о кроликах которых мы держали раньше видео я не убираю пусть смотрят тем более у кроликов у меня тоже есть какой-то опыт и пусть уже мы их не держим но на какие-то вопросы я тоже могу ответить да теперь значит вернемся к этой птичке до которая на данный момент есть мы сейчас каждый год обновляем поголовья кур у меня кроссы это да я уже вам сказала что это у меня кроссы это ломан вайт значит и на тетра вот большие куры это у меня ломан вайт и ломан брау которые были старые мы всех убрали так значит и когда мы привозим а у меня пока свой своего инкубатора нет по не потому что я не хочу есть на это какие-то определенные причины да поэтому у меня пока нет мне выгоднее на данный момент мне выгоднее купить птицу а вот суточную я беру всегда суточных мне выгоднее купить птицу я пока придерживаюсь этого мнения а значит там привезли мы их суточных этих цыпляточек первое что я делаю я пропаиваю водичкой с мёдом это одна чайная ложечка мёда на литр воды я пропаиваю первый день как мы привезли на второй день чистая вода третий день мёд на четвертый чистая вода могу еще и пятый день с мёдом дать но это уже как бы смотрю по состоянию если вышел кал вот этот вот вышел вот этот помёд у них вот зеленый такой все значит птичка очистилась после того как после вылупа желудочек начал пищеварительная система как-то уже начала работать и уже все я мёду больше не даю далее 2-3 дня всегда после какой-то пропоечки я даю передышечку чтобы все таки пищеварительная система очистилась от того допустим лекарства или препарата которым я пропаиваю и дальше уже можно давать другой препарат далее у меня пропойка идёт кальций борглюконатом я считаю что были бы кости а мясо нарастет поэтому костяк я стараюсь укрепить у брейлеров я пропаиваю два раза и а вот этих вот птичек которые не сушки я уже пропаивала еще пропаивала и еще пропаю потому что ну кальций как бы никакого вреда не доставит ну конечно переизбыток тоже не нужен нужно все делать в меру значит я пропаиваю это получается где-то 7 8 наверное ну вот так вот день да может быть 6 в зависимости от того сколько паю медом а значит так я пропаиваю кальций борглюконатом 3 миллилитра на 1 литр воды в течение пяти дней больше ничего не даем только эту воду с кальций борглюконатом приобретаю его в ветаптеке у нас ну как бы у нас свет поликлиника не так далеко от нас и мы там покупаем препараты всем значит два дня до отдыха и самое главное это нужно пропаить и обязательно от кокцидиоза это заболевание которое может нести у вас все стадо от кокцидиоза я пропаиваю вот таким вот препаратом стопкокцид в принципе можете вон специально для птицы идет два с половиной процента в принципе можете пропаивать другими какими-то препаратами вот но этот мне нравится там есть инструкция и все замечательно или по одному миллилитру на один литр воды в течение двух дней вы пропаиваете или три миллилитра на один литр воды в течение тоже двух дней но с перерывом восемь часов с препаратом остальное время чистая вода и когда пропойка идет чистую воду мы не даем только препарат но вы прежде чем пропаивать внимательно читайте инструкцию тут все буквально все есть значит далее птицы я даю витамины можно давать чектоник есть он а можно давать еще какие-то витаминные препараты да мне очень нравится три вид вот я беру он пока вот такой вот и знаете это вот 100 миллилитров 450 рублей стоит да вот я покупаю вот такой три вид и даю по по капельке по 2 каждой каждому цыпленочку вот допустим пересаживаю я его с одного места на другое по цыпленочку берем и я сразу препарат им капаю только конечно разогреть чтобы он был тепленький потому что это масляный витамин и если он будет у вас из холодильника в холодном виде то он не будет у вас ну не набираться не капать я набираю шприцом с толстой иглой и все замечательно в подогретом виде прекрасно это три вид но вы сами понимаете да здесь содержится три витамина а д и е значит самые необходимые витамины пожалуйста вообще без без проблем а цыплята хорошо это переносит я даю это и курочка в общем мало ли если когда бывает курочка то обезножить то еще что-то случилось то пожалуйста так далее я после всех пропойки всех препаратов можно попоить витомом это пробиотик он ничего плохого вам не сделает но разводить он в разных расфасовки есть там есть тоже инструкция разводить четко по инструкции зависимости от того какую птицу вы пропаиваете да вот значит это для желудка для того чтоб начал работать пищеварительная вся система вот витом тоже прекрасно приобрела вот такой вот препарат называется вам септопол вот такой вот кто держит кур уже наверное есть это дезинфицирующий препарат который позволяет провести у вас дезинфекцию ваших брудеров допустим помещение где находятся куры или цыплята куда вы будете переселять положить положить какие-то вот коврики пропитать вот этим средством это средство потому что многие спрашивают и я хочу вам сказать да что есть такие средства когда можно проводить обработку прямо с птицей когда нужно дезинфицировать помещение куда-то птицу деть для нас это нереально для домашних вот таких вот птицеводов поэтому вот такой вот запомните септопол я вам вот так вот покажу его это дезинфицирующее средство с которым вы можете проводить обработку всего посуды инвентаря да много чего надо да проводить всегда когда птицу держите ведь этот же брудер нужно его промыть нужно чтобы чистенько к приходу уже другой птички дальше приготовить вот ну а я приобретала его в магазине где покупаю комбикорма не так давно переписывала женщина которая задала вот такой вопрос как вообще определить до хорошей комбикорме или нет потому что производитель то пишет у нас в аннотации все все отлично все прекрасно все замечательно никаких проблем то вообще нет вы будете кормить и все у меня выходил ролик по поводу расклёва птицы и по поводу комбикорма которым я пользуюсь дело в том что я уже и там вам говорила что все на собственной шкуре как говорится это все испытывается вот все на собственной шкуре вроде бы производители все написали хорошо начинаешь кормить бац расклёв да в расклёв это самое первое что что-то не хватает а в цыплёнку а как ему может что-то не хватать если вы кормите еще только комбикорма правильно спец комбикормом кормите цыплёночка ему уже что-то не хватает значит там что-то не хватает в этом комбикорме если у вас начался расклёв это нехватка белка это 95 процентов это нехватка белка 5 процентов это скученность птицы это неправильное вот это содержание неправильно выставлены температурный режим неправильно выставлены режим влажности но я почему-то думаю что частники которые держат птицу они ну просто за чистотой и порядком это следят уже на автомате да и это обязательно нужно сделать обязательно чистота порядок всегда должен быть не должно быть вот этого помета в котором птица утонула вся сырая ходит все это недопустимо это недопустимо это и болезни это и расклёвы это и в общем все это сразу же к вам придет очень быстро поэтому я не говорю уже о чистоте и порядке в птичнике или в брудере тем более да это уже само собой разумеющееся скорая помощь да кто-то написал мне что скорая помощь фарш конечно это скорая помощь естественно мы чем-то должны сразу сразу им что-то им дать да чтоб прекратился этот расклёв потому что не все могут рассадить сразу же раненую птицу куда-то там ее деть вот поэтому конечно это скорая помощь это фарш дать сырой фарш чтобы птичка поела далее поменять комбикорм это обязательно вот сто процентов смена комбикорма должна быть потому что что-то в комбикорме нет и у вас и дальше так пойдет стоп расклёв обязательно нужно дать это препараты которые специальные содержат специальные витамины микроэлементы для того чтобы прекратить расклёв птицы это и яйцо расклёвывать это и расклёвывают сами себя и выдергают перья они кстати сами себя могут щипать если неправильно выставлена влажность если Если у вас очень сухо, перо сохнет, когда растет у птички, перо сохнет, и ей чешется, она выклевывает. Она выклевала, появилась капелька крови, она вытащила перо с силой. Капелька крови появилась, все, на нее напали, они чувствуют этот запах крови, все, расклевали моментально. Ну и, конечно, дебикирование. Дебикирование – это клювоотсечение в переводе. То есть мы обрезаем часть клюва, чтобы птица не могла клеваться. Не всегда это, конечно, тоже помогает, но в большинстве случаев – да. Это тоже как скорая помощь. Значит, можно это сделать какими-то острыми щипчиками, ножницами. Вы навряд ли это сможете сделать, должны быть острые такие щипцы. То есть вы откусываете часть клювика, у него вот этот вот кусочек, которым клюется, там уже вот так клювит. Вот, смотрите, верхняя часть клюва всегда выступает над нижней частью. Вот это место, которое выступает, вам нужно удалить. Но вы внимательно смотрите, там прямо по клюву проходят кровеносные системы, они есть. Их видно. Вам нужно удалить ту часть, где кровеносная система не доходит. То есть вот это место, она не доходит к кровеносной системе, вы без повреждений. Дальше. Депикирование можно сделать паяльником. При паяль... Когда паяльник вы нагреваете до высокой температуры, и точно так же клювик прижигайте. Прижигайте этим паяльником вот так вот. Паяльник тоже хорошо помогает, но в том и в другом случае птица испытывает стресс. Но это понятно, ей обрезали клюв. Ясное дело, что она испытывает стресс. Но это необходимо сделать, если вы уже ничего сделать далее не можете. Птицу надо будет как-то спасать. Со мной вместе эту птицу, вот которая сейчас у меня есть, которую вы видели уже через неделю будет два месяца. Со мной вместе подруга брала. Мы берем вместе. Значит, она первый раз берет цыплят, не сушит тоже. Вот. Ни у нее, ни у меня расклева не было. Я почему-то вот на 80-90% уверена, что это благодаря глазовскому корму. Прошлый год, когда я привезла птичку 20-дневную, она была вся исклевана. Понимаете, вот Ломан Вальд мы привезли, они были все поклеванные. У них попы, у них крылья. Ну, вообще, серьезно. Вот даже когда мы покупали, нам говорили, ой, так вы поменяйте там, ну, возьмите, типа, другую. Это уж сильно поклевано. 20 дней птички, она вся исклевана. Мы привезли, у нас сразу, они начали клеваться. Я боялась каких взять, не знаю прямо, понимаете. Вот, поэтому, когда мы привезли ее, неделю, да, неделю, наверное, может, дней 10, я прям ходила, все смотрели, свету мы уменьшали. Этот самый, фарш я им давала. Клювы, правда, мы не дебикировали, но смотрели за этим. То есть, постоянно вот смазывала и все такое, понимаете. Вот. Ну, как-то они, мы же сразу начали кормить кормом глазовским бац, и вот организм насытился у птички, и все, птичка не стала клеваться. Никакого расклева у нас не было, никакого не было. Расклева у нас дальше все прекратилось. Я все время, называя комбикорма, все время боюсь, что меня привлекут точно к ответственности за рекламу. Это не реклама. Но я не могу вам, говоря о комбикорме, не назвать производителя, не могу, потому что я не хвалю его, я не говорю, что, в общем, это единственный производитель, который, вот, я пользуюсь этим комбикормом. И я вам говорю, что результат у меня налицо. Нынче у меня нет расклева. И у подруги тоже нет расклева. У нее тоже нет расклева. Вот. Кормим мы одинаково с ней. У нас одинаковое кормление. Условия содержания у нас, кстати, разные. Вот. Совершенно разные. Вот. И условия разные содержания, да, а одно кормление и результат у нас, птица у нас растет, в принципе, все одинаково. Вот недавно смотрели мы у нее, видео она снимала, мне показывала, вообще, замечательно. Птица такая же, как у меня. Никаких вопросов нет. Вот. В общем, вот по кормам. Рассказала вам и про пойку. Рассказала вам и про корма. Как избежать вот именно расклева. Мне кажется, да. И еще самый главный вот, еще один момент по поводу расклева. Прошлый год, когда у меня начался расклев у индюков, я же не скрываю, у меня тоже есть видео. Я снимала эту проблему, да, и говорила. Вы знаете, я написала многим блогерам, которые, блогеры, занимаются птицеводством. И уж такие они растакие, такие все они знают, все они понимают, такие хорошие. Я обратилась за помощью, да. Я написала. Я писала, старалась не в одной. Я где-то и в дзене писала, и на ютубе писала, старалась. В общем, и в ВК писала. Помогите, подскажите, я не буду называть. Помогите, подскажите, вот у меня такая ситуация. Никто не откликнулся. Никто. А ведь, дорога ложка к обеду. Когда у вас началась проблема, вы тогда пишите и спрашиваете, правильно? И хочется, чтобы ответили вам сейчас, прямо сейчас. А, тишина. Тишина. Я толку от ваших советов, если вы не отвечаете на вопросы. Вот вы меня извините, но я считаю, что я права в этом. Я почему-то и всегда стараюсь ответить на вопросы своих зрителей, потому что, ну, действительно, если человек спрашивает, то, наверное, ему это срочно надо. Если я могу, я помогу. Если нет, я так и отвечу вам, что нет. Вот, допустим, я не могу ответить вам на этот вопрос однозначно и прямо. И вот по поводу расклёва индюков я сама уже догадалась. Начала изучать вот это всё, знаете, интернет, литературу, всё читать, всё смотреть. И поняла, что у меня неправильная влажность. И мне тут начали писать. Да, вы знаете, что влажность вообще у индюков не должна быть. Да, вы что? Да, вы что творили? Это всё правильно я творила. Расклёв-то прекратился. А они сидели у меня под лампой. Маленькие индюшата под лампой. Бруда, что ты? Хорошо у меня всё сделан был, понимаете? А там сухость. Они начали расти. Перо-то растёт, а у них сухо. Влажность-то 20%. Вы представляете? Всё. У них всё, перо засохло. Они начали выклёвывать у себя перо. В результате получилось всё. Кровь, расклёв, всё. И сразу возникла эта же проблема. Я стала, значит, открыла. Сразу всё вот это вот проветривание сделала. Начала увлажнять. Прямо из пульвизатора увлажняла стены брудера. И всё, влажность начала повышаться, и всё. Влажность тоже должна быть при выращивании цыплят. Не 90% как мне. Вы что натворили, залили цыплят? Да ничего я не залила. И цыплята были сухие. Я по стенкам делала, по стеночкам. Но цыпляток я спасла. И я уверена, что сейчас мне опять напишут. Да что вы советуете? Разве можно? Можно. Можно и нужно, потому что нужно смотреть именно вот у вас состояние. У вас содержание птицы. Они общие. Общее везде написано. В каждом интернете везде. Всё, откройте интернет. Прямо везде. Общее всё есть. А вот конкретики, конечно, не хватает. Мне хочется, чтобы у вас птичка тоже выросла. Благодаря каким-то моим советам. Потому что у меня уже есть какой-то опыт негативный, положительный, хороший есть опыт и плохой есть опыт. Да, но это всё опыт. Это то, чем можно поделиться. И уже, да, и негативным опытом я тоже делюсь, чтобы вы могли этого избежать. Вот. Поэтому, ну вот, что наработано у меня, я всё рассказываю. Надеюсь, что видео вам понравилось, будет полезно. Конечно, я понимаю, что это видео будут смотреть только те, кому действительно необходимо оно. Так как кто содержит птицу, кто будет держать птицу, кто только начинает содержать птичку. Да, поэтому смотрите, внимательно заходите в плейлисты, где куры у меня и брейлера. И там посмотрите то, что вам необходимо, выберите. А если уже что-то не найдёте, ответы на вопросы, пишите в комментариях. Я постараюсь вам, конечно же, ответить. Всего вам самого доброго и самого хорошего. Здоровья вам. Здоровья вашим подопечным, вашим птичкам. Всего самого вам доброго. Продолжается у нас Масленичная неделя. Ещё раз я уже вчера поздравляла вас, но ещё раз вас с праздником. Всего вам самого доброго. Побольше улыбайтесь, почаще улыбайтесь, дарите друг другу тепло, а негатив отправляйте в сторону. Пусть его с вами рядом не будет, тогда у вас всё будет замечательно. Всего вам самого хорошего. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»